Слава Украине! Привет всем от Полонского! Интересные новости приходят сейчас из НАТО. Так вот, если вы помните, когда Украине давали план действий по вступлению в НАТО, это был, по-моему, 2008 год? Ну да, давно уже был. Мы его там пошагово выполняли. Сейчас все это дело обо всем по порядку. Итак, если вы помните, Украина подписала уже декларацию с 20 странами, членами НАТО, о том, что они приветствуют вступление Украины в НАТО. Самой, так скажем, тяжелой среди них является Канада. И вот тут встает вопрос по большим странам. Самое, скажем так, проблематичное для нас это Германия и США. Вот они, как члены НАТО, они очень осторожно относятся к теме вступления Украины в Альянс. Ну, понятно, и я вам скажу почему. Потому что они прекрасно понимают, что в случае любого конфликта с такой страной, как, например, Россия, основной тягар войны ляжет именно на них. То есть, ну, кто самый тяжелый в экономическом плане, тот и будет это все на себе тянуть. А они прекрасно понимали на тот момент, да и сейчас понимают, что Украина для России самый главный раздражитель. И если сейчас Украина, например, не вышвырнет расшистов со своей территории, то одной войной дело не закончится, будет еще одна война. Вот. И они очень, так знаете, вроде бы приветствуют, да, вступление Украины в НАТО, но с оговорками. Вот, по крайней мере, у американцев была такая вот система, что говорят, вот пускай Украина выполнит ПДЧ, то есть, план действий по членству НАТО. А там такой длинный план, что его можно выконовать, знаете, сколько лет? И 20 лет можно его выконовать, этот план. Вот. Это как бы грустная часть предыстория вопроса. И вот на сегодняшний день американцы сняли вопрос с ПДЧ. Значит, Столтенберг, это генсек НАТО, был в Вашингтоне, вел переговоры с Байденом. И они пришли к выводу, что ПДЧ для Украины не обязательно. Она все выполнила наперед. То есть, вопрос ПДЧ, это самый главный вопрос, который сдерживает вступление любой страны в НАТО, потому что, ну, я же говорю, он может растянуться на годы, может растянуться на десятилетия. Все, вопрос этот снят американцами, как минимум. Я думаю, что за штатами последует и Германия, никуда не денется. Если штаты сказали да, значит да. Я не говорю, что завтра утром Украину примут НАТО. Это, конечно, чушь. Вот. Но когда снимается ПДЧ, то снимается очень много вопросов. И время становится гораздо более сжатым. Вот. Так что, ребята, то, что вот на сегодняшний день Байден поддержал предложение Столтенберга о том, что ПДЧ для Украины не обязательно. И что вот на предстоящей сессии НАТО Украине нужно будет дать четкий зеленый свет на вступление. Это уже супер. Одно только но. Лично я не ожидаю, что нам дадут какие-то даты. Они все равно посмотрят, как мы выносим копытами вперед оккупационную российскую армию с Украины, с нашей территории, с нашей земли. Посмотрят на наши успехи. Вот. Мне кажется, это будет так. Вот. Ну, а тогда уже будут говорить о чем-то более конкретно. В любом случае, даже снятие самого по себе ПДЧ, это говорит о том, что вот этот вот переборот сознания самой большой страны, я имею в виду ядерной страны в мире, это США, и самый мощный, он уже состоялся. И, как бы, каких-то других формальных препятствий для того, чтобы Украина вступила в НАТО, больше нет. Все будет Украина.